ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Высокочтимый сеньор князь! Вы оказываете мне высочайшую честь, посетив меня, так сказать, моей скромной обиде. Ибо честь, которую вы мне оказываете, делает меня совершенным импотентным. То есть я хочу сказать, что я не в состоянии, не в состоянии поиметь здесь во всех должных образах. Достаточно! Милостивые государи, мы решили увлечить вашу, как вы веганы заметили, скромную обиде. И вас, хоть и богатого, но, в сущности, ни в чем, но у человечка. Да вы знаете, что у меня есть в конце концов? Чего это побеги? Э, почему он бросил трость? Почему он бросил трость и это как? Потому что это у него никто не взял. Вы же сами сказали, не шевелись. Прошу прощения, князь, у вас упал. Чёрт возьми! Что это такое? Куда вы меня привели? Простите, князь. Достаточно. Простите, князь, а когда мне можно будет снова открыть рот, чтобы продолжить тебя? Да никогда, догадуша, никогда. Дядюшка, позвольте кавалеру сказать мне несколько слов. Кому? Вот этому? Валяй! Уважаемый высокочтивый князь, я хочу сказать вам глубочайшую благодать за то, что вы предоставили мне возможность познакомиться с вашим за столь пресловутым семейством. Чудомищно! Знаешь что, дорогуша, тебе лучше вообще гтани отскрывать. Я же принеси мороженого. Слушайте. Итак, значит, вы отец той самой девушки, которую, как уверяет мой сын, он безумно влюблён. Да, да, и она смею вам заведеть. Влюблена в него тоже просто неворазима. Это какая-то, это какая-то непереваримая любовь. Чудовищно! С каких это богат, от кубесурки, стали под глазами любви. Оля, деда мы, люди высшего общества. Вот и я, Ангелер, я любил... Задя, это сейчас никого не интересует. Сеньоры, а я против этого брака. Папа! Был до сегодняшнего дня. Но видя, что мой сын плачет, плачет утром, плачет днём, плачет вечером, плачет ночью... Просто плак за какое-то честное слово. Да. Я сказал себе, пускай, величие, плачет... Порекчи! Это ж недолго и помереть. Увожу-ка я его... Уважу-ка я его просьбу! И дел с концом! Тем более, у мальчика 600 тысяч лир годового доходов. 600 тысяч лир годового! Значит, такая мелочь! А ещё бы кто-нибудь их видел! Кстати! Мой брат, князь Дикказадор, присутствующий здесь, уже составил завещание полностью в пользу Елженю. Что? Что, мои деньги принадлежат ему? Так, князь, мне кажется, вы забыли, а моей дочери вашей племяннице, а? А вы, гадофиюшка, опять за своё! Всё вам да вам! Князь я не князь! Кому хочу, тому и завещаю! А то всё вам да вам! И двоец вам, и велосипед тоже вам! Сейчас не время, об этом вы можете поговорить позже дома! Да! Так вот! Значит, видя, я, что из-за вашей дочери моего сына остались только рожа да кости, кости да рожа, рожа да кожа, вот! Мы собрались на семейный совет и постановили его удовлетворить просьбу его удовлетворить, ну да, удовлетворить его просьбу! Вот! А вот моя сестра Рафиня, присутствующая здесь, до последней минуты отказывалась удовлетворять и оставалась твёрдой! Да какая она теперь твёрдая! Она теперь дряблая! Да я сдулась! Чего? Да я сдалась последней! Конечно, мои братья Гра... Маркиз... Вол... Эти! И другой мой брат, князь Дикасадёр... Козадогик, Гофинюшка! Козадогик! Но пусть эта Гофиня никак не может запомнить фамилии! Простите! Во всём виноват мой природный промонс! Конечно! Мои братья могут поступать как им угодно! Но я... Графиня... Дель Пердо! Что ж, опять несёшь-то? Эдго, Графинюшка! Эдго! Графиня опять обгастопоносилась! Волнуется! Я очень, очень волнуюсь! Так вот! Как я... Графиня... Дель... Педго, Графиняшка, Педго! Без всякого паганонса! Пэ-др-р... Слава Богу! Могу породнись? С какой-то дам актрисунькой! Шо чем? Одно это приводило меня в состояние неневротности. Если то вы это. Но узнав, что девушка обиданная, серьезная, я подумала... Что? Я подумала, когда, а когда я подумала, я решила. Будь по-вашему. Ой, за что я вам премного благодарю. Прошу, синьори, мороженое. Пусть эти синьори мороженое. Я не могу... Папа, я не хочу... Продолжение следует...